Минобороны РФ продолжает врать об успехах оккупантов в Украине. Украинские националисты более 90 националистов. Бандера автомобилей. В России вся эта ложь заходит на ура. На сделанных 21 марта в фотографиях зафиксировано формирование на территории Синагодии двух колонн с националистами. Таким образом, объект иудейского культа в Умане намеренно используется киевским националистическим режимом в военных целях. Подхватывают все это вранье буквально все в Кремле. Я, если правильно помню, боюсь ошибиться. Но, по-моему, у Гитлера тоже была еврейская кровь. Россия не начинала военные действия. Россия их завершает. Но нашлись те, кто решил развеять все эти мифы и все это вранье. Расследователи проекта изучили все брифинги представителя российского оборонного ведомства Игоря Коношенкова с начала войны. И обнаружили грубые и странные нестыковки и в цифрах, и в географии. Смотрите сами. Вот 2 марта Коношенков сообщил об успешном наступлении в Луганской области. Захвачен город Кременная. Установлен контроль над населенными пунктами. Красный Риман, Торская, Кременная. 7 марта войска продолжают наступать. Захвачены. Погодите-ка. Опять Кременная. Группировка войск Луганской народной республики, продолжая наступательные действия, взяла под контроль населенные пункты. Смоленинова, Воеводовка, Кременная, Кудряшовка. Взяла под контроль населенные пункты. Барсонина, Кременная. Продвинулись вперед на 5 километров и ведут бой с националистами на окраине населенного пункта Кременная. Блокировали северный окраин населенного пункта Кременная. Журналисты заметили, данные из сводок берутся буквально с воздуха. Коношенков отчитывается о захвате одних и тех же городов, сел и постоянно путается в цифрах потерь. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено. 187 самолетов. Но по данным сайта Fight Global в расположении украинской авиации были всего 98 военных, 35 транспортных и 5 самолетов спецназначения. Цифры опять не сходятся. Тем временем Россия по Коношенкову за все время войны потеряла только один самолет, да и тот в самый первый день войны. В воздушно-космических силах России в итоге ошибки техники пилотирования потерпел аварию штурмовик СО-25. Когда журналисты сложили все данные пресс-секретаря, выяснилось, что РФ уже уничтожила больше техники, чем на самом деле есть в Украине. Даже с учетом западных поставок. Уничтожено 314 танков и других боевых бронированных машин, 57 реактивных систем залпового огня, 121 орудия полевой артиллерии и минометов, 274 единицы специальной военной автомобильной техники. Это брифинг утром 28 февраля, а теперь вечер того же дня. Уничтожено 311 танков и других боевых бронированных машин, 42 самолета и вертолета, в том числе на земле, 51 реактивная система залпового огня, 147 орудий полевой артиллерии и минометов, 263 единицы специальной военной автомобильной техники. Интересно, куда пропали сразу 3 танка, 6 реактивных систем залпового огня и 11 единиц спецтехники? Но лучше всего вранье пресс-секретаря Минобороны иллюстрирует его любимый термин – районы сосредоточения живой силы и техники украинских войск. С середины апреля со статистикой Министерства обороны начали происходить еще более удивительные вещи. 13 апреля, когда движение вперед практически прекратилось, российская армия ежедневно уничтожает уже сотни военных объектов, скоплений живой силы и техники. В результате ударов уничтожены до 200 националистов, более 300 националистов, более 400 националистов. Если сложить все заявления Коношенкова, то получится, что РФ уничтожила 39 800 таких скоплений. Однако все остальные заявления военных противоречат этой цифре. В правдоподобности ее вызывает сомнение, ведь помимо убитых должны быть еще и раненые, которых в статистике военных конфликтов, как правило, в 2-3 раза больше, чем убитых. И получается, что за 100 дней войны из строя могло выбыть 120-160 тысяч украинцев, что составляет до 80% численности украинской армии. Журналисты сложили все цифры из отчетов Коношенкова об уничтоженной технике. Это и танки, и артиллерия, системы ПВО, станции радиоэлектронной борьбы и не только. Выяснилось, что РФ всего уничтожила 9715 единиц техники. То есть один район скопления техники состоит даже не из одной единицы техники, а из ее четверти. То же самое с живой силой. Если сложить все заявления, получится, что от действий оккупантов погибли 40 с половиной тысяч украинских военных. Сама по себе эта цифра нереалистична. Но из нее следует, что уничтоженное скопление живой силы и техники включает в себя только одного человека. Ну а российские военные, со слов всех спикеров РФ, конечно же, на войне в Украине практически не умирают. На сегодня погибли 1351 военнослужащие. 3825 получили ранения. Но этого просто не может быть. По данным медиазоны, российская армия к середине июня потеряла убитыми почти 3800 солдат и офицеров. И это только фамилии, которые озвучивались публично, в том числе в государственных СМИ. Реальные цифры могут быть намного выше. Но на самом деле статистика другая. Наши ВСО рапортует, что на данный момент убиты более 35 с половиной тысяч оккупантов. Ну и последний хит от Коношенкова – вокруг ситуации на острове Змеиный. Пару дней назад украинские вооруженные силы нанесли удар по острову Змеиный. После чего российские оккупанты вынужденно покинули остров. Наши разведчики подтверждают нанесение ударов по острову Змеиный. Уничтожение военной техники оккупантов. Удары были действенными. Это заставило россиян покинуть остров Змеиный. По Змеиному все очевидно для всех, кроме РФ. Коношенков побег оккупантов со Змеиного не признает как поражение. Напротив, они быстренько придумали, как все выставить для своих. 20 июня в качестве шага доброй воли вооруженные силы Российской Федерации завершили выполнение поставленных задач на острове Змеиный и вывели находившиеся там гарнизон. Ну и собственно, когда оккупанты отступали от Киева, Чернигова, Сум и других городов и областей, признавать этот факт как поражение в РФ, конечно же, не стали. На киевском и черниговском направлениях происходит плановая перегруппировка войск. Но не только представитель российского оборонного ведомства Игорь Коношенков любит приукрасить военную статистику. А российская популярная пропагандистка Ольга Скобеева решила перещеголять и его. В одном из телеэфиров она заявила, что оккупанты уже якобы уничтожили в Украине тысячу байрактаров. Мы работаем каждый день на поле битвы. Уже тысяча уничтоженных байрактаров. Будем считать это нашей мягкой силой? Мягкой. Или какой-то иной. Даже по данным российского Минобороны, на конец июня оккупанты уничтожили 84 таких беспилотника. Хотя и там соврали. Украинская армия закупила перед войной всего 62 байрактара. 25 из них должны были поставить в 2022 году. Но тамошний зритель в сказке Скобеевой верит на все 100%. Собственно, на это и было рассчитано. Любит цинично врать перед телекамерами и президент страны-агрессора Владимир Путин. После недавнего попадания российской ракеты в торговый центр «Амстор» в Кременчуге, где погибли более 20 человек, нашли десятки раненых и зафиксировали десятки без вести пропавших. Путин не увидел в этом никакого теракта. Нет там никакого теракта, не взрыва. Я же здесь был, я просто не знаю. Но я знаю, что, и мы много раз это говорили, показывали это, здесь пилотников видно, когда размещают оружие, удары, комплексы, СЗО, артиллерию, тяжелую технику вообще, жилых кварталов, еще где-то. Но просто так по полям у нас никто не стреляет и не бьет. Как правило, это делается по результатам разведанных целей. И уверен, что в этом случае было все то же самое. Ну, прячут же технику, которую особенно с Запада доставляют во всякие ангары, в рынки, на рынках, на заводах. Ни по каким гражданским объектам российская армия ударов не носит. А это еще одна история и еще одно рос вранье. О том, как российский пропагандист-телеведущий Антон Красовский заявил, что сдал литр крови для так называемых ополченцев из Донбасса. Все бы ничего, но пару лет назад он сам признавался, что у него положительный ВИЧ-статус. Одно из двух или он заврался, или это, как сейчас модно говорить среди русских, такой жест доброй воли и пожелания здоровья всем оккупантам. И пока война продолжается, весь мир видит одну картинку, российская сторона видит абсолютно противоположную и продолжает врать. Нагло, цинично и беспринципно. Но за каждое свое слово каждому из них придется ответить по всей строгости закона. Субтитры создавал DimaTorzok